здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и у нас гостях анастасия ткачева воспитатель первой квалификационной категории победитель проекта который называется педагог года 2022 от учреждения детский сад комбинированного вида номер 53 городского округа люберца здравствуйте настя здравствуйте когда закончилась этот вот замечательный проект финал когда был совсем недавно январе но это главное что он состоялся что вам что-то вручили грамоту медаль нам вручили дипломы как участникам так как мы прошли целый курс мы прошли конкурс как участники потом нам вручили дипломы что мы попали в первую пятерку и дальше было награждение нас наградили меня наградили уже как победителя конкурса вручили статуэтку и вручили дипломы о том что я являюсь победителем конкурса педагог года 2022 же же статуэтку не привезли хотя бы посмотреть то нам забыли ну ладно нет мне просто не сказали нам не сказали ничего страшного скажите как давно вы работаете воспитатель я работаю почти пять лет почти пять лет но это уже мы что-то заканчивали да сначала я закончила московский педагогический колледж номер 10 это среднее специальное образование дальше я повышала свою квалификацию получила высшее образование бакалавриат как психолог педагог то есть вы окончательно готовый специалист для работы с этим самым сложным как говорят сегодня контингентом детишки с кем вы работаете кто входит в круг ваших вот воспитанников какой возраст сейчас у меня воспитанники старшей группы 5-6 лет сколько человек 30 30 человек вы с ними как-то умудряетесь справиться да и не только справиться мы с ними дружим мы с ними узнаем что-то новое интересное и я как воспитатель узнаю от них что-то новое интересное мне интересно чем интересуются дети мне хочется их заинтересовать дать им побольше знаний дать им побольше уверенности в себе чтобы дальше они по жизни были лидерами активными и помнили свою воспитательную хотелось бы а вот скажите когда вам к вам пришло понимание что вы хотите стать воспитателем это в школе наверное или может быть как кто-то у вас был как пример в качестве примера но для меня выбор профессии был очевиден в первую очередь это огромная любовь к детям также я помню свои детские дошкольные годы память о садике она такая самая теплая первых воспитателях о прогулках и мне очень хотелось бы чтобы у детей которые будут моей группе у них были такие же теплые воспоминания и когда они будут взрослыми они вспоминали вот эти беззаботные детские годы ну и также я продолжаю династию педагогов вот так а кто у вас в династии педагоги это педагог на мама кто педагог чего кого не стесняйтесь воспитательницы и мама заведующий дед за виза заведующий риск понятно хорошо но настя все-таки выбор очень сложный потому что одно дело когда у человека появляются свои дети своя семья да он четко знает и он и она и мама и папа четко знает чего нужно делать как воспитывать и так далее а вам они как бы доверяют своего ребенка и это же целых 30 историй которые вот так вот бегают вокруг спят там сопят вот что-то творят и так далее вы сказали что вы психолог что самое главное для воспитателя чтобы с психологической точки зрения выставить в этом сложном но в бою в кавычках я считаю что быть воспитателем это очень ответственная профессия потому что мы несем ответственность за то какими дети будут когда вырастут с какими трудностями они дальше столкнуться как они их будут решать поэтому это очень ответственно это очень важно я считаю что самое главное это любовь к детям а дальше это уже профессиональная составляющая это знание это умение которое мы получаем и активно их применяем я так понимаю что сейчас мы во второй части уже более плотно поговорим по поводу самого конкурса самого проекта педагог года 2022 напомню насть у нас стала победителем в разряде воспитатель да да можно так сказать я так понимаю что помимо одного воспитателя существует еще целый коллектив то конечно там я помню нянечки еще какие-то коллеги сколько детей в вашем детском саду примерно у нас 11 групп 11 групп у нас очень дружный коллектив я очень рада что я работаю в данном учреждении в первую очередь это заведующий нашего детского сада шлепова елена владимировна дальше это наши методисты заместители конечно детский сад в детском саду работают удивительные чудесные люди как каждый из которых приносит своим трудом для детей частичку своей души и сердца то есть это не просто вы пойти слова методичка она меня всегда вот немножко смущает это как будут как инструкция вот только тогда там ну есть график есть расписание да когда должен быть завтрак обед ужин это одна история а есть например когда ты понимаешь что методичка это как некая подмога да для того чтобы не совершить каких-то неправильных воздействий но в целом ведь это же 30 характеров они же не могут все под одну крыльца методичку быть прописаны поэтому с каждым нужно как договорил нужен индивидуальный подход а это все через любовь через игру через взаимопонимание через дружбу в первую очередь нужно для ребенка стать другом которым он захочет рассказать какой-то секрет поделиться сокровенным чтобы его каждому ребенку хочется чтобы его выслушали чтобы узнали а что у него было вечером и когда дети ко мне приходят я каждого выслушаю я каждому помогу каждому что-то расскажу интересно и поэтому дети тянутся и ты для них становишься лидером становишься человеком которого они хотят слушать прислушиваются ну да то есть вы в центре внимания как как ни крути но ведь все равно бывают моменты когда они слушаются и тут очень главный вопрос важный вернее вопрос которым мы сталкиваемся в интернете мы видим всякие там непонятные фрагменты когда учителя педагоги неважно да люди которые наставниками назовем их так ну как-то довольно сна с нашей точки зрения неадекватно относятся с учениками вот если у вас какой-то ваш подопечный какой-то проступок совершил какое-то же наказание должно быть ну мы ему объясняем самое главное это объяснить что он делает почему нам это не нравится как он поступает объяснить что это повлечет за собой только все через слова то есть все что делает неправильно чтобы расписать ему нет некое чтобы он понимал а вот это не так вот это не так вот это самое главное почему что нельзя бегать почему в группе потому что это может быть опасно и ты можешь столкнуться с другими детьми ты можешь упасть сам можешь повредить нанести вред кому-то и понимают да понимаю но честно говоря мне кажется что очень надо трудно убедить ребенка в том что не нужно бегать но дети привыкать хорошо еще такой вопрос система вот вашего садика насколько сегодня а продуманные все скажем так элементы да ну питание сами комнаты вот то что мы сейчас уже немножко коснулись насколько они безопасны что в этих комнатах как выглядит дворик до или двор детского сада у нас сейчас детский сад представляет собой комплекс учреждений наш детский сад постоянно развивается сейчас он находится в подъеме и будет идти дальше у нас работают топовые специалисты которые получили диплом и участвовали в конкурсах то есть в первую очередь учреждения это люди и работники нашего учреждения показывают высший уровень образования высший уровень своего мастерства учреждения я считаю что у нас одно из самых лучших потому что у нас стоят но стоит новое оборудование у нас стоят игрушки новые которые соответствуют требованиям федерального государственного образовательного стандарта соответствует безопасности интересны детям именно в нашем здании у нас есть такая детская комната в которой стоят развивающие игрушки стоят новые интерактивные конструкторы робототехника то есть мы соответствуем современным направлениям развиваем детей в разных направлениях с улицей что как там дела обстоят у нас хороший участок который оборудован игровым оборудованием мы выходим с детьми весело проводим время у нас про их происходит на улице экспериментирование наблюдения на прогулке мы знакомимся с живой неживой природы играем в подвижные игры у нас все очень удобно детям очень нравится проводить время на улице время проходит быстро незаметно и дети получают удовольствие развиваясь на свежем воздухе а во сколько детей приводит там же с какого-то времени да у нас установлен режим дошкольного учреждения прием детей с 7 до 8 утра дальше у нас проходит завтрак занятия прогулка дальше дневной сон обед дневной сон по самая после дневного сна удается кстати уложить всех но есть детки которые не очень любят спать но они все равно отдыхают мечтают закрывать вы до сделать вид чтобы никто не заметил что ты не спишь так а после значит вот этого сна после дневного сна есть время на дополнительные занятия в нашем учреждении проводятся интересные секции которые дети могут посещать дальше ужин прогулка и уход домой хорошо вот старшая группа и я же так понимаю что мы же живем век гаджетов все акида то есть это же постоянно возможно связь с родителями как этот вопрос решается то есть вы заставляете сдавать где-то вот эти все гаджеты а либо они с собой их могут взять как нас дети не приносят гаджеты по не дошкольные учреждения связь только воспитатели через с родителями через воспитателей в случае каких-то ситуаций где требуют родительского контроля отвлекались не то что даже не отвлекались детям еще рано и по возрастным нормам рано но как психолог даже сейчас говорит еще такой вопрос медицинская сторона насколько очень часто да там говорят про еду и опять же прогулки тоже 30 человек детей кто-то что там не застегнул и так далее вот это как кто контролирует тоже воспитатель или питатель несет полную ответственность за детей за их здоровье за их жизнь за каждого ребенка поэтому процесс нахождения в саду полностью регулируется контролируется воспитателем воспитатель каждого ребенка посмотрит застегнет поправит все что нужно чтобы ребенку было комфортно безопасно понятно ну что ж напомню во второй части нашего сегодняшнего разговора мы поговорим с анастасия ткачевы это воспитатель 1 квалиции квалификационной категории это высшая категория нет но это первая высшая да а еще есть выше но это пред высшая категория скажем так победитель конкурса педагог года 2022 и я кстати так понимаю что вы идете дальше до нас лена московского на московскую область потому что конкурс этот поле берет скому нашему как бы местоположению вот и представляет анастасия детский сад комбинированного вида номер 53 городского округа люберцы почему комбинированного у нас есть специализированные группы для детей которым требуется специальное оборудование требуется сопровождение дополнительно детки с особенностями развития да понятно хорошо дождитесь во второй части мы узнаем как же все-таки проходил этот конкурс и как удалось пальму первенства среди воспитателей в конкурсе педагог года 2022 захватить анастасии ткачевой напомню что эта программа открытый диалог у нас гостях анастасия ткачева воспитатель первой квалификационной категории победитель конкурса педагог года 2002 который проходил городском округе люберцы теперь она участник следующего этапа московского областного конкурса но и представляет она детский сад номер 53 городского округа люберцы настя давайте поговорим так вас заставили участвовать в конкурсе нет и не однажды валиц нам уже рассказывать как это было в нашем учреждении есть такая практика что сотрудники принимают участие в конкурсах у нас очень много было участников за время учить за время вот в учреждении я видела их опыт я видела как они проходят эти этапы такая проторенная дорожка уже было да я наблюдала и была участником нас к мои коллеги проходили были также финалистами занимали вторые места призовые места я видела их опыт я даже помогала также участвовать финале конкурса в триумфе несколько лет назад и видя их опыт меня это очень заинтересовало тоже хочу да я тоже захотела поучаствовать попробовать свои силы не было это очень интересно вот и вы вышли с предложением и вам не отказали потому что же я так понимаю что там же один до человека от 1 от учреждения сколько всего у нас в люберцах сражалась за этот титул мне кажется 20 но человек 20 до то есть это такой раз уже не помните значит много да как это все происходило сколько было этапов и какова главная задача стояла в каждом из этих конкурс состоял из трех этапов так первый этап в него входило представление себя это задание визитка нужно было представить себя рассказать о себе почему ты пришел в профессию свои увлечения свои навыки раскрыть практически то что мы в первой части с вами разговаривали так но немножко дальше это было занятие с детьми представление своего опыта работы следующий этап конкурса это мастер-класс профессиональный разговор и круглый стол и 3 это уже финал самого конкурса такая праздничная часть с конкурсными с выступлениями а вот в первая часть понятно визитка самая на такая сложная 2 было до каждый этап был сложен по-своему в первой визитку если взять то это большое волнение было потому что начало да это начало конкурса это первый раз видишь судьи которые кстати судьи это ну из разных скажем так ну или старшие воспитатели да кто это кто эти представители она есть большое жюри а то есть несколько этапов да 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 то есть это люди которые в профессии очень четко все понимают что логично да большой отдал вас немножко это конечно же смущало что будет какая-то оценка то есть вы как как отличница должны себя вести правильно все должно быть четко ну да было просто так нет немножко неожиданно непривычно по-новому поэтому первый этап он был немного волнительный дальше ты уже привыкаешься знаешь немножко легче но перед тобой стоят новые задачи новые цели которые нужно достичь вот про второй этап еще подробнее расскажите что там именно стояла задача конкретно показать свой мастер-класс и что было в этом я взрослась и так как у меня техник так как у меня тема робота техника у меня был мастер-класс где я показывала знакомила с различными конструкторами педагогов своих коллег мы собирали разные модели показала форма организации работы как можно организовать процесс интересно и увлекательно для детей то есть такой этапы конструирования как можно с таким работать материалом как и материалом я помню наше время когда я садик честно говоря плохо помню но помню прекрасно что был период вот пытался и лепить все и вот железячки такие были при железные советские конструкторы такой боевой машины мы там что-то делали сейчас конечно возможности больше вот кстати на секундочку а кто вот поставляет вам эту робототехнику наше учреждение а то есть это какие-то закупки происходят да или как-то рассылается в разные учреждения или нет наше учреждение принимает делает выбор что для нас необходим это необходимое направление нужно развивать для этого развития нужны современные конструкторы современное оборудование ну как бы сказали сейчас молодые люди это фишка такая да да хорошо и там несколько представлено до этапов этого работа конструирования робота конструирования то есть разные варианты то есть вы мастер-класс заключался в том чтобы рассказать коллегам да как вы это делаете как вы привлекаете внимание на как я провожу работу с детьми как провожу работу с родителями как на занятиях что можно использовать что лучше подходит а вопросы были по мастер-классу или вы просто выступили на этом все закончилось вопросы не возникли не возник то есть на все ответила и все все хорошо понятно финальный этап да когда сколько на финал какой-то отсеивание было да конечно после каждого этапа отбирались участники которые проходят следующий этап так и что было в следующем последнем финальном этапе финал вышли пять человек и мы должны были представить от своего учреждения конкурсный номер выступления так то есть это уже все учреждение должно было работать да мне очень повезло что моё мое учреждение меня поддержала и поддерживала вообще на всех этапах конкурса помогала во всем и в финале до мои коллеги меня поддержали помогали с выступлениями каждого выступления были как как это можно это какой-то номер с детьми был или это был музыкальный номер без детей так как сейчас введены ограничения да мы не могли то есть эти ваши коллеги воспитатели сотрудники учреждения и вы выпили да мы пели у нас были танцы у нас были танцы с роботами мои коллеги как бы продолжение дома да 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 как у меня тема вообще вся с конструированием с робототехникой мы заказывали специальные костюмы для взрослых чтобы они одели и были как роботами у них был танец роботов мы записывали специально песню в студии заказывали веевые для танцев фей то есть у нас было соединение робототехники природы живого мира человека но то есть да чтобы робот был максимально человекоподобным человек не становился таким как робот но нет больше был упор на то что мир не стоит на месте сейчас все развивается робототехника да это действительно приоритетное направление сейчас современное направление ведь все становится технологичным информативным и нужно соответствовать этому времени но здесь самое главное было то что пусть нас окружают роботы мы будем идти со временем но самое главное это человек это человеческие качества это любовь доброта но мы будем этим да все то что собственно говоря делает нас людьми как поддерживали вас ваши питомцы как это происходило вы имеете ввиду дети дети и родители да все можно было голосовать как нет голосование было только у членов жюри они выставляли нам оценки они смотрели конечно они видели наше выступление оценивали если у нас потом были обсуждения нам могли задавать вопросы что посмотреть как мы на них отвечаем почему мы что-то выбрали сделать так дети просто поддерживали обнимали говорили что анастасия николаевна вами гордимся как здорово но мы по вам очень скучаю ну то есть правильно понимаю что ваши детки которые там работали работали я имею ввиду которые вы работаете они там живут отдыхают то есть они в курсе были что их воспитательница участвует в таком проекте раз в курсе были родители которые участвуют в этом проекте и они вам когда я сейчас лучи поддержки свои посылали да у нас учреждение ведет свою ведет свою страничку социальной сети инстаграм нас есть сайт учреждения есть мой инстаграм где мы делились этапами прохождения конкурса родители везде поддерживали писали комментарии что мы гордимся удачи только вперед ну да это же круто когда твой воспитатель воспитатель твоих детей становится лучшим да но вот сейчас мы пришли к этапу когда все определилось городском округе люберцы следующий этап это московская область то есть какие вы с этим связываете надежды там наверно же посложнее будет конечно да и в чем разница там будет есть уже какая-то программа или пока вот он будут теперь победители я буду среди победителей других все самые сильные на сегодняшний день по мнению юрий да да и программу же знаете какая будет что надо будет делать или она такая же примерно примерно такая же только меняется какие-то этапы будут проходить в онлайн формате мы будем присылать видеоролики например сейчас нужно было оформить видеоролик как визитку где я рассказываю себе о том что я родилась в городе люберцы живу работаю развиваюсь ну то есть немножко расширенная такая версия нужда то где я показываю конструирование робот технику немного работы свой так сказать свой вектор направлен до какие-то будут задания в онлайн формате какие-то будут в живом формате хорошо и как это будет про когда должен быть про финал какие-то цифры числа уже есть пока не оконент ждем только начало дождем хорошо как это вас могут поддерживать родители просто же другой уровень да то есть опять голосование не будет только жюри будет прямо для мне кажется что она должен был быть какой-то конкурс под названием симпатий при зрительских симпатий вот последняя часть да когда вы такой номер подготовили его же можно было посмотреть до его можно было посмотреть мы приглашали у нас были выделены места для группы поддержки я хочу сказать что очень много коллег пришли меня поддержать пришли с баннерами с кричалками мне это очень помогло мне это остающая звезда не это очень вдохновило так как после выступления вот основной части нужно было вернуться на сцену и отвечать на вопросы так а какие были вопросы что задавали но вопросы были нам неизвестны а то вопрос когда я вернулась на сцену меня было вопрос что дал вам конкурс профессионального мастерства но вы конечно вы сказали что мы угадал так какой еще был вопрос но были разные вопросы которые касались жизни учреждения каких-то планов на будущее мечтаний и либо изменения в образовании чтобы хотя же хотели услышать от вас какие-то предложения свое мнение ваше мнение хорошо ну и кстати вот мысок финал к финал уже подходим и тоже возникает такой вопрос что будет дальше как вы дальше планируете видите свою работу как воспитатель вы будете продолжать работать воспитателем или какие-то будут изменения ну я считаю что воспитатель это профессия которая требует постоянного самосовершенствования и постоянного развития поэтому я буду дальше самосовершенствоваться узнавать новые технологии узнавать что-то новое делиться с коллегами а дальше посмотрим я думаю что все будет хорошо ну что ж анастасия ткачева воспитатель первой квалификационной категории победитель конкурса педагог года 2022 среди воспитателей детских учреждений детских садов скажем так простым языком именно городского округа люберцы и теперь участник продолжения этого конкурса ну на уровне уже московской области вот так она великолепно и в нашей программе сегодня выступила представила свой свой детский сад комбинированного вида номер 53 который находится городском округе люберцы думаю что с вашей помощью желающих записаться в этот детский сад сейчас прибавится так что мы желаем вам всего самого хорошего ну и победы если победите придется опять приходите опять будем разговаривать спасибо я надеюсь на победу мы постараемся спасибо вам огромное ну а это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания и и Редактор субтитров А.Семкин